Всем привет, друзья! Вы на канале Шедвель Игровые Миры. Меня зовут Дмитрий. Мы снова Стар Дюэли, обновление 1.4. Продолжаем двигаться к цели, собирать узелок в заброшенном Джорджа Марте. Осталось нам с вами еще ждать дней 10, наверное, где-то до числа 12 как минимум. Ну, в принципе, это достаточное время, чтобы посмотреть, что в игре появилось. Снова пришел ко мне список от моих модераторов, то, что вы прислали мне через социальные сети и комментарии. Сейчас мы с вами некоторые моменты, которые применимы к моей игре, посмотрим. Я говорю применимы, потому что есть некоторые моменты, как, например, новая карта в игре появилась, вы мне сообщаете. Да, я знаю, что появилась новая карта, но для этого нужно создавать новую игру, нового персонажа и, как минимум, начинать новый сезон. Поэтому такие плюхи, чтобы было хоть какие-то у нас секреты в сундучках наших, мы оставим на будущие наши возможные прохождения во втором сезоне. Чтобы там хоть что-то было интересно посмотреть и исследовать. Поэтому это переходит у нас, явно не в нашей серии попадает. Запах осени напоминает мне запах книг. Странно, правда? Возможно. А по некоторым моментам мы сейчас с вами пройдемся. Как раз у нас время есть еще примерно неделя до созревания этого самого вина. Ну, плюс осетр еще непонятно себя ведет. Когда будет икра от него, интересно самому мне узнать. Может, она будет весной. Потому что зимой, может быть, осетр икру не метает. Хотя, хотя, наверное, метает. Ну, а вдруг пруд замерзнет. Что тогда делать? Много вопросов. Придется зиму тогда пережидать. Надеюсь, в течение этой осени мы с вами увидим черную икру от нашего осетра. Потому что он непредсказуемый парень. Живет сам, но тем не менее говорит, что их много. И требует постоянно драгоценные камни какие-то. Каждый день. Так, что-то у меня закончилось. Не каждый день, но уже потребовал один. Я могу представить, что он потребует в следующий раз. Очень, конечно. Коварный тип у меня поселился. Внизу у моей фермы. Так, это вино надо собрать. Потому что, ну, 200 тысяч лишними не бывает. Тем более, вы мне попросили, чтобы я сходил в шахту черепа. Посмотрел, что там. Может быть, что-то изменилось. Сейчас посмотрим. Как раз вино продам. Куплю немного камней. Чтобы можно было сделать пару спусков. Вниз. Потому что сражаться там сложновато, конечно. Ну, вниз. Сходим, посмотрим. Что там, может быть, добавилось. Там точно что-то добавилось. Но, опять же, это надо проходить заново. С то уровней шахты, чтобы увидеть конкретно, что именно там появилось. Ну, все. Все бочки у нас работают. Ну, а так, одним глазом можно посмотреть. Легкую экскурсию сделать. Сегодня-завтра. В смысле, в этих. В этом нашем временном. Континиуме. В стардювальском. Мы с вами посмотрим. Тут ничего не добавилось. Все нормально. Дети ничего под подушкой не прячут. Ничего запрещенного. Взрослых журналов у Ричарда не обнаружено. Все нормально. Тут все окей. Ну что. Давайте сразу, наверное, пойдем. Сегодня денек пропустим. Вечером соберу только трюфели. И засуну их в аппараты. Надо зайти к кузнецу. Все-таки разломить древний клад. Может, реально там что-то есть. Интересно. Итак, что вы мне пишите по улучшению? По улучшению это первое, что можно построить. Оказывается, двойные ворота. Берем дерево. Пойдем пробовать. Есть у меня место, где мне не хватает двойных ворот. Я жаловался просто в прошлой серии, что мне не подарили новые ворота. Мне вот эти палочки, конечно, не очень устраивают. Я надеялся, что реально появятся там железные ворота. Хотя бы какие-то двухстворчатые или еще что-то. Но, видимо, это тяжело реализовать. И новых ворот не появилось. Но, оказывается, появилось их расширение. Давайте посмотрим. Работает. Да, реально крутое улучшение. Посмотрите, широкие ворота теперь. Теперь нам доступно. Теперь, если у вас очень жирная лошадь. А у нас лошадь очень жирная, потому что давно уже не бегает, а стоит у себя там стойли. То реально будет теперь не проблема проходить. Ну, плюс это, я вам скажу, можно использовать в дополнительном дизайне. И там в сооружениях каких-то там. Планировки фермы, заборов. Вот это у меня тоже. Вот эти узкие места очень сильно напрягаются. Или раньше. Особенно, если ты с лошадью бежишь здесь. Теперь можно расширять будет. Но это, опять же, для новой фермы, которая еще, как говорится, в проекции. И ничего здесь не построено. Потому что сейчас ломать все заборы, ну, сами понимаете, что чтобы поставить широкие проходы, это уже, конечно, не годится. Это не будет, я думаю, сейчас актуально. Но вообще вещь неплохая. Да, широкие ворота, это здорово. Для меня и для моей большой лошади. Хорошо, сейчас мы с вами подберемся потихонечку к нашему дому. Там тоже есть одно улучшение. А, я ничего не вижу. Что здесь? Я просто хочу собрать сразу в свинарники трюфели. Как-никак сто тысяч. Пошло дело. И зайти к роликам, потому что надо забросить еду. Остальное все соберу вечером. Ну, еще и к коровам зашел, ну, ладно. Зашел к коровам, так и быть. Тем более, два дня к ним, походу, не заходил. Отправляемся дальше. Есть. И пройдем по свинарникам. Есть также улучшения, которые связаны с тем же клубом. Клуб Джунима и музей. Выдача наград. Когда награды теперь выдаются каким-то там иным способом. Но, опять же, я это не смогу посмотреть. Потому что я уже все закрыл и все выполнил. Это когда уже в процессе будем с вами. В смысле, в процессе второго сезона. Который, возможно, как я говорил, уже будет. Тогда это все будет более наглядно и ясно. Я к роликам еще не зашел. Много улучшений, конечно. Которые сразу не увидишь. Но они реально есть и реально упрощают. И улучшают нахождение на ферме. Раньше было не очень удобно. Нет, нормально было. В принципе, приспосабливаешься. Но можно было бы и лучше. И вот это лучше пришло. Так, давайте посмотрим. Следующее улучшение связано с каталогом. Который я так и не открыл. И который Пенни засунуло вот сюда. Потому что дело ремонт. События 14 сердец. Заходим. Да. Да, улучшение появилось. Смотрите, появились наконец-то категории. Нам не надо больше листать в конец списка, чтобы достать, например, тумбочку или стол для нашего музея. Все уже, как говорится, сортировано. Это очень удобно. Только у меня сразу же назревает вопрос. А почему это нельзя было реализовать вот здесь? Вот сюда. Вот эти категории, например, рецептов. Ну, взять просто аппараты к аппаратам. Автоматы к автоматам. Заборы к заборам. Кольца, мечи. Там, я не знаю, рыбалка. Еще одну ячейку. И подсвечники там всякие. Светильники, бочки. Еще в одну. Вообще, ну, три категории хотя бы сделать. Вообще, было бы удобно. Та же самая история. Из... Меня опять блокируют дети. Та же история с рецептами. Ну, вот, смотри. Ну, и почему не сделать там, я не знаю, рыбные блюда, да? Десерты. Мясные блюда. Было бы тоже удобно. Если каталог сделали, а там нет. Ну, может, конечно, технически реализовать трудно. Но, в самом деле, конечно, это было бы намного... Было бы не намного, а круто бы было реально. Потому что в них теряешься. Что, где находится. Пока ты ищешь, что тебе нужно по параметрам там. Или хотя бы сортировку сделать по, например, блюда, которые добавляют силу там, защиту или еще что-то там. Ну, это было бы тоже здорово. Между прочим. Ну, да ладно. 14.20. Побежали сейчас, расколем фигню вот эту нашу. Сундук золотой. Может, там реально что-то выпадает интересное. Так, город. Город, город, город. Здесь кузнец. Пятница, он не работает, да? Да, пятница, он не работает, поэтому можем проходить мимо. Я бы еще добавил в игру, например, график выхода работников. Где-то в календаре пометочку. Чтобы я знал, когда кто работает. Ну, например, когда Робин не работает, я знаю, потому что я с ней часто трудился. А вот, например, там, Вилли, магазин. Работает он вообще каждый день. Кузнец вообще, я знаю, только по пятнице не работает. Но, по-моему, еще когда-то он не бывает. Марни тоже там какие-то дни выпадают у нее. На самом деле. Ну, было бы здорово. Вот такие улучшения были бы крутыми. Ладно, что тут у нас? Спиннеры, магниты, бамбуковые удочки, иридиевые удочки и медный промывочный ковш. Вот что-то тут у нас появилось. У нас такой есть, по-моему, да? Ну, да, мы его уже купили. Медный промывочный ковш. Ковш, если мы свой потеряем, я так понял, да? Можно его будет восстановить обратно. А чем медный? А почему нет другого? Медный промывочный. Есть у нас этот ковш. У Вилли ничего такого особо не добавилось. Ковш, возможно, только. А вот это лежит. Что это? Это не сумка у него лежит? Ящик для снастей. Ну, для меня все равно, да? Что здесь лежит? Классно. Ладно. Ладно, все понятно. Здесь тоже все окей. Вопросов больше не имею с этими дополнениями. Что еще осталось у нас посмотреть? Нам надо с вами посмотреть еще один момент, чем я бегу пешком. Ну, кроме того, что, да, я видел, шапки добавились. Там, у мышиного продавца. Это тоже, да, обновление. Ну, я шапками как-то особо не увлекаюсь. Так, пару купил за всю игру. Детям нацепил, видели. Ну, и то мне шапки я нацепил, которые мне подарили, либо я выиграл в каком-то соревновании. Пару шапок, конечно, купил. Но так больше не посещал каталог, поэтому различий там больших не увижу. Так, еще одно замечание, которое вы мне прислали. Радужный наш осколок. Действительно, я его не отдал Гюнтеру еще до сих пор. Ну, в музей. Я хотел это сделать в конце сезона, но так и остался у меня лежать в ящике. Поэтому я его беру сейчас с собой, но Гюнтеру отдавать пока не буду. Это, конечно, ничего не изменит, потому что я не все ему еще сдал. Там у него много чего надо еще найти. Это для этого надо исследовать и исследовать шахту, например, или ловить рыбу побольше с сундуками. Тогда мы найдем все остальное. Но, реально, вот этот осколок не отдал. Но я его пока не отдам, потому что осетр себя ведет подозрительно. У меня такое ощущение, что как бы он там под конец рождения и появления икры не затребовал у меня именно этот осколок. А он у меня остался один, а найти его, ну, я вам скажу, довольно трудно в игре. Это как повезет. Ничего здесь не происходит. Мы ни на что не жалуемся, но ничего не предлагаем. Хорошая рыба. Ничего не требует, все у них есть и ни на что не жалуется. Молодцы. Молодцы. Икру только я не знаю, когда они мне дадут. Следующей весной, наверное. Наверное, следующей весной дадут. Вот здесь бы я расширил бы ворота, а там бы... Это уже будет чуть позже. Тут у нас вареница появилась, как обычно. Клюквенная на 18 тысяч. Здесь улучшений никаких. Но зато здесь, да, можно построить большой сарай. Если кто хочет глобально улучшать свое финансовое положение, есть время на то, чтобы построить еще, например, 66 кадок. А это довольно сложно, я вам скажу. 66 кадок построить. Я мучился с бочками и кадками. 66. Это как кристалляриумы, нет. Но кристалляриумы хотя бы можно... Я не знаю, было купить, если у тебя есть деньги. Но опять же, деньги было жалко. Много ушло. Финансов на камни, на все остальное. На дерево ушло. Что-то я задумался. Но если смотреть глобально, то можно построить реально большой сарай, который мы сделали с вами в прошлой серии. И добавить сюда вдвое больше кадок. Но опять же, это можно будет делать, если у тебя есть большой участок земельный. Вот, например, на мой вот это вот 66 кадок, это предел. Это абсолютный предел. Больше просто мне не надо. У меня нет столько овощей, чтобы они вырастали, и я их засовывал в кадки. Поэтому это только для огромной фермы. Возможно, новая карта и позволит это, собственно, делать. Так как земли у меня очень сильно не хватает. Я сделал все, что мог, и занял все участки, какие мог. Я бы занял еще пруд бы. Так, где-то тут что-то у нас не работает. Где? Тут все работает. И тут все работает. Я что, 67 взял? Люди, помогите. Ну, по-моему, да. По-моему, 67 взял, да? Да, заговорился. Ладно, если на одну меньше будет, ничего страшного. Где-то она, наверное, стоит. Так, тут все. Вина, по идее, сегодня быть не должно. Да, вина сегодня быть не должно. Так, завтра мы тогда с вами берем деньги. Как раз я их сейчас подзарабатываю. Идем с вами к Робин. Завтра, в субботу, она работает. И закупаем камнем. Просто возьмем камень с собой. Камень с собой возьмем. И купим бомбы. Чтобы в шахте черепа было немножко повеселей находиться. И взрывать все махом. Яблоки. Можем взять с собой яблок. Кстати, надо, да, набрать фруктов всяких, которые бы нам восстанавливать. 38, 17. Ну, можно яблок взять, да. Они все равно бесполезны. В смысле, по продажам всех продавать-то нет толку. Можно трюфелями будет закусывать, если очень надо. Но трюфель стоит, конечно, больше тысячи. Закусывать как-то больновато мне будет, наверное, ему. Но деньгами стоит запастись. Потому что шахта черепа довольно коварная. И в шахту черепа я возьму... Не... Молот. Молот медленный. Там надо быстро отбиваться, потому что много врагов. А возьму, скорее всего, свой старый меч. Если вспомню, где он лежит. Может такое быть, что и не вспомню. Здорово. Автосборчик в птичнике. Это наше все. Вот это, наверное, одно из самых лучших улучшений жизни на ферме. Реально пользуешься каждый. Каждый день пользуешься. И каждый день я матерился про себя, что... Мне приходится собирать эти яйца, которые... Закатываются во все углы птичника. Теперь же все организовано. Курица вынашивает яйцо. И идет и кладет его... В аппарат. Автосборки. Просто по-другому я не представляю, как он работает. Разве что Джанима, может быть, бегает и складывает яйца. Туда, куда им нужно будет... Где им нужно будет оказаться. Вот тут тоже история интересная. Заходим. Подходим. Никаких больше толканий. Мордобоев с курицами. Все есть. Пожалуйста. Уже даже не влазит. Разного типа яйца у нас. Зашел, собрал, сдал. Счастлив. Все. Так и живем с вами. Ладно. Ладно. Давай. Я дерево хоть не выложил? Нет, не выложил. Сдаем лишняк. А что варенье давало? Ничего. Липкое просто. Осколок носим с собой, чтобы я не забыл. Но главное его тоже не продать. Живоды не сдаем. Это тоже носим с собой. Это сдаем. Это продаем. Сдаем. Продаем. Сдаем. Сдаем. Продаем. Сдаем. Так. Готово. 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 Правда у меня все забито. В кузнецу я не попал. Булку беру с собой. Дерево мне не нужно. Что-то у меня еды столько с собой взял, что просто офигеть. Это пока что можно выложить. Вряд ли он выпадет у нас завтра. Коса. Вторая коса мне по идее не нужна. Можно посмотреть в верхних ящиках. Привет, Пенни. Джас и Винсен себя плохо вели. В верхних ящиках сейчас здесь где-то разместим косу. Тем более золотая у нас есть. Зачем на вторая. Хотел попробовать покосить еще. Это чуть позже. Живоды. Они выпадут, я думаю, они будут суммироваться. Рыбалка нам не нужна, наверное, завтра. Я думаю. Малейка точно не нужна. Топор оставить, потому что мало ли. Кирка нужна обязательно. Молот. Дайте мне меч мой. Молот можно выложить пока что. Там нужно очень быстро бить. Древняя семечка. Это карамбол. Ну, это еда. Это еда. 12 еды. Еды надо побольше взять с собой. Это не годится. Какой-нибудь. Ну, еды у меня дофига, в принципе, можно взять. Какую захотим. Ну, вот, например, вот это. Ну, фермерства мне там не надо. Кстати, эликсир жизни. 289. Давай его возьмем. 13 штук. И никакой еды брать с собой не надо. А энергию будем восстанавливать. И он. Чем? Да, вот этим хотя бы будем восстанавливать. Энергия там, в принципе, расходуется не быстро. Ладно. Ладно. Завтра идем в шахты черепа. Ну, ладно. Пошли сейчас закупим, наверное, чтобы меньше было телодвижений. Бомба сразу. А бомбу мы закупим как? Через шахту. Время еще есть. 21.40. Сильно не напрягаемся. А, правда, чтобы день был удачный. Иначе мы там с вами до 10 уровня только дойдем. Но я, конечно, не планирую глубоко заходить. Но хотя бы просто посмотрим. Шахта. Бомбы продаются, по-моему, у этого типа. Я не знаю, сколько у меня там бомб было. Кстати, ему можно попробовать отдать Омни Живуду. А ну, давай. Да, это он очень любит. Но, правда, это не очень сильно прокачивает. Шахте столько замечательных вещей. Если ему давать его регулярно, тогда да. Выпейте слабые монстры, будут вас избегать. За 3000 масла чеснока. Эликсир жизни. 200... 2000, у меня их 13 штук. Бомба за 600. Мегабомба за 1000. Шахтерский леденец. 25-26 горное дело и магнетизм. Будет все притягивать. Ну, давайте возьмем шахтерский леденец один. И возьмем бомб. Я не знаю, сколько. Ну, наверное, бомб 20, наверное, да? Давайте 3... Давайте 40. 40 бомб с собой возьмем. Я не знаю, сколько там у меня еще есть. Я думаю, этого хватит. И камни, не знаю. Один уровень 100 камней. Тысячу камней может с собой взять. Сейчас посмотрим. Давайте домой. Сейчас загляну, сколько у меня там. И с самого утра, наверное, и попрем. Тем более, нам автобус ждать не надо, миссис Пэм. Быстро организуем телепорт и туда. Не понял, нам еще одного рака дали. 22... А, я его просто не забрал сегодня. Так, ладно. Сколько у меня бомб? Бомб, бомб, 4 еще есть. 4 маленьких еще 15. Ну, и очень маленьких 3. Замечательно. Желуды давайте оставим тут. Найдем, найдем, не найдем, не найдем. Остальное все нам надо. Шахтерский леденец и всякая остальная хрень. Потом будем уже есть. Непосредственно, когда там будем находиться. Ну, все. Я не знаю. Удочку, наверное, в шахту брать тоже глупо. Но надо не забыть, где мы ее выложили. Ну, косу точно давайте тоже здесь оставим. В общем, тут мы все оставляем, чтобы места было побольше. Вымыватель тоже этот надо оставить. А, ну да. А, смотрите, какое еще нововведение. Только сейчас сам прозрел. Когда собирал, не заметил. Половильные печи теперь собираются... Не по одной, а именно по 6. Это, конечно, тоже очень удобно, когда тебе надо поставить там, например, 30 кристалляриумов. И они занимают весь свой инвентарь. Вот, пожалуйста. Не знаю, поскольку, по 999 или по 20-кам. Но в любом случае, это тоже улучшение, тоже обновление. Видите, как появляются они. Когда собирал, не увидел. Сейчас заметил. Так, иридевая руда и... И омар. Зачем нам омар, непонятно. Мы же день рождения кого-то праздновали. Или он там сегодня. Ладно, все, пошли спать. Давайте спать. Омара сейчас куда-то еще засуну. Омара, куда тебе можно засунуть? Фиг его знает. Куда-то ты должен был засунуться, пока полежи тут. Сразу же с утра и идем смотреть, что там. Что там в шахте. Да, ветерок? Да, хозяин? Все, ложимся спать. День пятый, осень год. Вино сдали. Триста двадцать и вот это все мы забираем. Триста двадцать тысяч сегодня навалили. Нам надо... А, блин, нам в крови надо зайти. Или пойдем без камня. Давайте чисто экскурсией пойдем вниз. Без всяких камней, без всего на свете. Сколько там у меня камней есть? Сейчас я все свои заберу. Восемьдесят, по-моему, да? Двести шесть четыре. На два спуска вниз хватит. Чисто посмотрим, что там у нас. Разработчики добавили. В шахтах черепа. Ну, просто так посмотреть. Без всяких там... Эмили ткань прислала. Замечательно. Очень вовремя. Как раз времени у нас шесть двадцать. Отлично. Сейчас все сбросим лишнее. А может все сбросили. Это на закусон пойдет. Это на спуск вниз. Это взрывы. Пятнадцать сорок четыре. Я думаю, бомб у нас предостаточно. Хватит. Хватит. Все, пошли. Я не буду камни собирать. Попробуем все повзрывать. Нам в пустыне, да? Тем более ждать сейчас до девяти утра. Это потеря трех часов времени. Я думаю, не актуально. Пошли. Вот она, шахта черепа. Вот она, родная. Выставляем то, что нам нужно. Нам нужны бомбы. Ну, сначала выбросим маленькие бомбы, большие. Это экстренное лечение. Это яблоки. А это леденец, который мы съедим. Камни мне видеть не обязательно. Но булку тоже надо съесть побыстрее. Так, вижу. Вижу, вижу скелетов. Ну что, где тут у нас проходы? Где проходы вниз? Пока что вижу только монстров. Ой, это мне конец, наверное, да? Да. Как я ожидал, что мне конец. Проходов нет. Все очень узенько. Тратить на это бомбы, да? Ну давайте тратить на это бомбы. Мне этот призрак задолбался, честно. Я знаю, что его надо ударить раз двадцать, чтобы его убить. Своим суперским мечом. Но я его все-таки убил. Ну что, вот тут несколько... А, вот проход. Он тут был уже активирован. Ключ, надо было сюда просто бежать. Давай побольше возьмем бомбу. Нас чудом не зацепило. Давайте смотреть. Собирать камни и смотреть. Пока ничего интересного даже не выпадает. Ничего нового. Слизни не умирают с одного раза. Есть и жемчужина. Я не хочу с ними драться. Но придется, да? Придется, походу. О, заметка, друзья! Секретная заметка! Да, не зря спустились. Не зря спустились. Потом прочитаем. Та самая одна... Одна из двух заметок, которые... О, здесь есть сразу выход. Которые нам нужны. Они находятся в шахте черепа. И выпали довольно... Довольно быстро. Уголь у меня живо. Да еще давай сюда. Может еще заметка выпадет? Да нет, одна выпала уже хорошо. Да быстрее впускайся вниз. Сейчас же убьют нафиг с твоей заметкой вместе. Давай ешь леденец. Как раз и здоровье повысим. И самочувствие. Помнишь, воды падают отовсюду. Блин. Призраки это что-то с чем-то. Медленное. Непредсказуемое. И противное. Меня зацепит. Нет. Удивительно. Зато выход уже есть. Так, а что же за заметка? Дайте хоть посмотрите. Нет, я хочу ее прочитать. А ну давай. Это страницы из книги М. Джаспера. Создания, еще известные как Духи Леса или Джунима, обычно появляются в заброшенных зданиях, когда те уже травой поросли. Обычно происходит это следующим образом. Люди покидают какое-то место, природа забирает свое, а потом появляется Джунима. Народная мудрость гласит, что Джунима каким-то образом неразрывно связана с самоцветами, находящимися в их маленьких хижинах. Конечно, все эти слухи взяты из сомнительных и непроверенных источников. Насколько я знаю, даже само существование этих созданий до сих пор не доказано. Интересно, что это значит. Самосветы в их хижинах. Ну, это одна из двух заметок, которые нам надо найти было. Еще где-то вторая валяется. Блин, это те череп... мумии, или кто они там задолбали. Отлично. Хорош. Да, тут камня набить можно легко и непринужденно, ничего не делая при этом. Выход монаши, интересно? Что-то я не помню. По-моему, он должен уже появиться был, да? Да. Десять утра, а мы уже с вами на четвертом уровне. Где дырки вниз? Может, не надо, конечно, дырок? Может, конечно, лучше камни поразбивать, понаходить заметки какие-нибудь. Вот, выход уже есть. Ну, давайте попробуем камни побить. Спокойно. Смотрите, сколько золота. Можно, конечно, подзаработать, конечно, на этом. На шахтах черепа. Посмотрите, сколько ресурсов крутых выпадает. Так. Тут у нас... Ну, давайте тут еще побахнем. Глина выпала. Чтобы им есть. У нас беда. Давайте на яблоках пока посидим. У меня там... У меня там фундук еще один есть. Давай фундук съедим. Чтоб место не занимал. Хорош. Так, это не трогай. Ну, давай, бомбы закончились. Ну, давайте большие бомбы теперь тратить. Она, правда, по две тысячи одна. Или... Нет, по тысяче. Отв... Отвали. Тут ничего не выпало. Мне еще одна заметка нужна, пожалуйста. Если можно. А, тут выход уже появился. Ну, давайте, выйдем. Камни не разбиваю большие. Хотя, наверное, и стоит. Давай тут. Как раз сейчас камни и подсобираем. Хорош. И себя зацепил, и друзей не забыл. Ого, шабануло. Так. Пока ничего. Где новый монстр? Наверное, на уровне сотом. Куда фиг доберешься? Кстати, спуска вниз вообще нет. Наверное, сегодня духи не очень счастливы, да? Что я пошел в шахту. А, дыра, дыра, дыра вверху. Вижу, вижу. Все. Давайте здесь просто... Просто просятся. А вдруг тут заметка в камне каком-то лежит. Ну, ладно. Давайте прыгать вниз. Да. Мы прыгнули на... Восемь уровней вниз. Смотрим, что тут. Тринадцатый уровень сразу. Сразу же выход имеем. Успели. Правда, мало камней, но хоть что-то. Ладно. Давай сюда. О, тут прям... Прям просится. По центру комнаты, чтобы ее поставили. Блин, даже ящик не разбил. Две магможеводы. Тринадцать десять. Мы с вами на тринадцатом уровне. Идем не очень, я вам скажу быстро. Это из-за отсутствия... Из-за отсутствия, блин... Мы поняли, чего. Дыр. Наверное, день не совсем удачный. Жри что-нибудь, тебя убьют. Опять призрак этот долба найдет. Ванна-призрак не умирает. Получает урон от бомбы. Хотя бомба немного-то и наносит на самом деле. Там не выпало у меня заметки. Нет еще одной. Я лично за заметкой бы с радостью сходил. Потому что реально ее можно найти только в шахте. Где именно, не знаю. Ну, где-то ж она должна выпасть когда-нибудь. Сумку надо проверить. Там уголь обычно. О, это плохо. Еще и зажали меня. Все, валить надо. Нет, тут ничего интересного. О, дырка. Очень вовремя. Выпали вниз на несколько уровней на 6. Так, шикарно. У меня заканчивается бомба, между прочим. Сразу же нашли выход. Я думаю, надо съесть бабушкину булку. Пригодилось. И, наверное, что-то съесть для защиты. Да, угодится. Давай. Ну, ничего. Иди сюда. Вонючая летучая мышь. Давай сюда. Вот тут самое оно будет. Для взрыва. Да что ж, ничего нет-то. Я еще хочу заметку. И немедленно. Ладно, выход только появился. О, нет. О, друзья, новый монстр. Новый монстр, смотрите. Какой-то динозавр. Вау, он огнем бьет. А как же его убивать? Не знаю. Он же на расстоянии огнем лупит. Опа. Еще и падает с него что-то. Да, историческое ребро. О, это гюнтур надо относить. Понятно? Но урон, кстати, небольшой наносит. На самом деле, весьма щадящий. Блин. Так, одного нашли. В шахте монстра. Это уже большое достижение. И одну заметку нашли. Слушай, а это можно вспахивать, да я так понял? Ну да. Ай. Беги! Те, глупцы. Ай, блин. Ай, зажимают. Сюда надо бомбу. Нет, ничего нового. Где выход, я не понял? Наверное, уже был. Нет, не было. А где выход, реально? Хе-хе. Надо, наверное, убить кого-то. 16.50. Ну что, нового монстра увидели. Получили ребро с него. Вот, выход нашли. Но это не то, что я хотел бы получить еще. Мне нужна еще одна хотя бы заметка. И хотя бы еще один... Еще один монстр какой-нибудь появился. Было бы здорово. Так, ну давай, бомба заканчивается, кстати, уже. Тут надо как-то так, чтобы я выбежать успел. Давай здесь. Ну, выбежать успел, да. Конец мне. Хотя, по-моему, забежал за угол. Ничего тут не пойму. Ну, выход есть. Дыр нет просто. Выход есть. Монстра увидели. Заметку одну нашли. Что с ней делать, пока не знаю. Будем разбираться. Нет тут заметки у вас. Блин. Наш может лежать абсолютно под любым камнем, поэтому... Удивляться не стоит, что она не попадается. Я ж не все камни взрываю, только часть. Да, жалко. 18.00. Там вверху ничего. Ну, сюда можно еще бомбы заканчивать. Вот что печально. Выход там и обнаружили. Вот заметку нет. Ну, ешь теперь, беги, яблоки. Собственного огорода. Есть. У нас и защита, и горное дело. Выпадает что-то не очень много полезных вещей. И бомб всего 17. Это самое тяжелое. Сейчас мы не сможем с вами взрывать эти камни в больших количествах. Ничего. Ничего, выход тут есть. Пошли вверху еще посмотрим. Ай, зажали. Но оно не сильно лупит, конечно. Могло быть и хуже. Ну. Заметка, приди. Мне уже не плевать на все остальное. Мне нужна заметка. Заметка было бы круто, конечно. Иридевая руда. Слезняки. Нет тут заметки, зараза. Ладно, идем дальше. 13 бомб. Может, тут заметка. Кстати, она может быть в песке тоже. Это же песок. Вот смотрите, если поставить здесь бомбу. Вот так вот. Тут вылетает все. Даже выпала какая-то фигня. Ржавая ложка даже какая-то выпала. Ну, можно попробовать. Смотрите. Сюда ставим. Поле вспахивается полностью. Это даже лучше, чем камни, мне кажется. Можно найти больше всего. Давай сюда. 20-10. Заканчиваются бомбы. Заметки никто не видит. Козел. А где выход здесь? Наверное, он там находится. Так, яблоки. Едим. Сегодня... А, выход уже вижу. Сегодня мы чисто на яблоках продержались. Ну, и леденец съели шахтерский за 3 тысячи. Он нам помог. Немножко с защитой. Ладно, давай. А, вон еще. Тут может быть. Тут камни. 20-50. Ладно. Грибы. Грибы. Грибы, грибы. Тут просто жалко бить просто так. Бомбу бросать. Откуда ты здесь взялся? Ну, вы-то понятно, откуда взялись. 21-10. В общем, сюда надо периодически приходить. Может быть, еще когда-нибудь повезет. И мы найдем с вами заметку. Вторую. Вернее... Ну да, последнюю. Которая осталась. Выход я нашел. Так тут искать, конечно, сложно что-то. Сейчас меня убьют. Давай здесь еще поставим. Вдруг она здесь. Опа. Друзья, еще один вид монстров. Что это? Новый вид монстров. Смотрите. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Круто. Я его убил. Может, с ним, конечно, подружиться надо было. Не знаю. Но он на меня не нападал чего-то. Он с камня вылез. Да. Повезло мне. Повезло. Так, на это я могу и руками обработать. Все, мы монстров всех увидели. Это здорово. Но где заметка-то? Дайте мне еще заметку. В шахту черепа мне уже, наверное, можно не ходить будет. Короче, не под камнями этот вид монстра находится. Очень редкий, видать. И найти его довольно трудно. О, тут бомбы нужны. Ну, я бы не назвал его монстром. По-моему, он меня больше боялся, чем я его на самом деле. Ну, ладно. Блин, не очень ты удачно. Меня добьют. Сейчас меня добьют. Убей исцеление. Есть. Пошел вон. Пошел вон, сказал. 23.10. Тут надо еще бомбу поставить. Тут прям просится. Куда это мне все лезет там, интересно? Это хорошо, конечно, что он куда-то лезет. Я уже даже не знаю, куда там что и лезет. Так, а ну, дайте мне мотыгу. Дайте. Дайте мотыга чуть поработай, а ну. Чтобы бомбы не бросать. Время уже позднее. Видите, вылетает тут всякие штуки. Золото, глина. Есть. Ну, давайте тут еще. Три бомбы, короче, осталось. Вот, еще один вид монстра, смотрите. Ну, что с ним делать? Покормить его, может быть. И, знаете, яблоко. Съесть яблоко. Мне его жалко убивать. Ну, это же, ну, это что это такое вообще? Давайте ему бомбу поставим. Ладно, давайте его убьем, не знаю. С него и риди просто падает. Просто и риди падает. Разного качества. Короче, они начали по... О, это уровень с этими, с динозаврами конкретный. Видите? У меня, правда, уже час ночи. Уровень именно новый. Вот это альтернативный уровень, я так понял. Шахты. Понятно? Хорошо, что мы его увидели. Из которого можно выйти, только убить... Убив всех, да? Что мы, собственно, и делаем. Все, у меня уже не лезет. Ни кости, ничего не лезет. Давайте выбрасывать. Что-то как раз пригодится урна. Давайте десять глины. Нет, в случае вот этого. Что у нас добавилось? Часть позвоночника. Ну, часть позвоночника у нас уже была. И можно сдать еще что-нибудь. Жалко, уже время заканчивается. Нефрит. Глина. Ну, глину попробуй достать еще. А, давай яблоко выброси. А это что? Инвентарь полон. Да, у нас беда. Съедобный папоротник. Хм, был такой? На нас в лесу какой-то папоротник был на самом-то деле. Сейчас не знаю. Так, мы еще одну грохнули. На этом уровне появился спуск ниже. Но мы с вами просто отсюда должны свалить домой. Все, друзья. Я даже дома оказался. Конечно, к кровати не добегу, но оказался внутри. Мы с вами увидели сегодня два новых вида уровня. Я и так понял, вот этот вот уровень с динозаврами, это альтернативный уровень. Наверное. Я точно не уверен. Но, возможно, это и есть тот самый уровень, где находятся эти динозавры. Я его прошел, спуск ниже появился. Значит, там ничего особенного, каких-то особенностей других нет. Все то же самое, что и было. Ладно. Это было круто. Простая старая ложка у меня была. Вот это надо отдать Юнтеру. Да, исторический позвонок мы с вами встречали. В общем. В общем, пошли проверим. Вот пошли проверим. Ну, к Юнтеру я, конечно, сейчас не добегу. Дайте все выложим. Вот мне интересно к Юнтеру сейчас сходить. Нет, не к Юнтеру сходить, а в сообщество охотников на чудовищ. Засчитают мне нового монстра. Короче, это даже не монстр получается. Это получается просто безобидное существо, у которого есть иридий внутри. Если его добить, то мы его можем забрать. Ну, круто. Это даже мы не спускаем. Заметку одну еще не нашли. Поэтому в шахту мы, наверное, еще с вами сходим как-нибудь. Нужны просто бомбы. Спускаться вниз не обязательно. Нам не обязательно проходить глубоко вниз. Не думаю, что мы там что-то с вами найдем. Это что такое? Так, а тут зачем нам? Что нам надо делать? Съедобный папоротник. Это я хочу сравнить с обычным папоротником. О, Клинт Кузнец мне прислал железо. Просто для интереса посмотреть на тот папоротник. Блин, ты соберешь, ты уже все. Потом пойди и сдай. Немножко волнуюсь. Так. Сюда мы сдаем что? Что, что, что? Глину себе надо сдать. Да. Сундук Клинту, наверное, сегодня отнесем. В воскресенье он работает. Поэтому место освободилось. 832 камня насобирали. На 10 уровней вниз спуститься мы легко могли. Смотрите. За один поход в шахту 19 омнижиот. 19. Столько никогда раньше не выпадало. Поэтому 333 собрать на шапку какую-то будет вообще не проблема. Собирается очень легко. Если пару раз пофармить. Шахту черепом. Ну, опять же, фармить. Опять же, что ее нужно как бы... Или фармить, как кому нравится. Опять же, нужно подробно разбивая все камни бомбами. Именно там находится как раз то, что мы ищем. Сокровища у меня живоды эти. Так, надо выбросить. Подождите, я хочу посмотреть папоротник, который у меня лежит в сундуке. Он ли это или нет, чтобы сравнить. А, вот смотрите. Еще доисторическая берцовая кость у нас 3 появилась. Но они у нас были. Гюнтера не было только доисторического ребра. Которого я до сегодняшнего дня не находил. Представляете? Здорово. Так, а ну покажите мне папоротник. Съедобный? Съедобный. Да. Это тот же папоротник, что растет в тайном лесу. На самом деле ничего нового. А я думал новый папоротник вид появился. Так, ну что. Сейчас откроется сообщество. Пойдем посмотрим. Было ли это с существом новым, которое надо убивать. Новый враг, новый монстр. Или это просто жертва, которую не надо было убивать. Ему нужно было ее просто пожалеть. Сейчас узнаем, увидим. Сколько у меня осталось? Три. Как раз ровно. Ровно 10 карамбал было. Одну мы в шахте выбили. Серебряную. У меня было 9, по-моему. Как раз на верхний ярус нашего. С вами этого. Огорода. Что у нас по. По календарю. Сегодня седьмой день. Мы так сегодня чуть-чуть погуляли. Да, свободный абсолютно день. Поэтому пойдем сейчас пройдемся. По местным домам. Доброе утро. Я приготовил тебе горячий завтрак. За завтрак, конечно, спасибо. Для меня важно, что ты выходишь домой с полным желудком. В общем, нам надо, если мы будем еще идти, купить где-то 50 бомб. 50 бомб это 50 тысяч. Но это не проблема для нас. Это можно выложить, это можно выложить. Это не беда. Но это тоже 2 можно выложить. 10 и ложка здесь валяется. Ладно. Баклажаны. Берем пока с собой. Можно было хлеб с собой взять. Ну, в общем, усиления надо какие-то будет тоже понакупать разные. И спускаться вниз. И именно не бежать вниз как можно быстрее. А исследовать и взрывать все камни. Под камнями как раз и находятся интересные вещи. Смотрим заметки. Давайте хоть их посмотрим. Да, выпала предпоследняя заметка. Которая говорит про домики Джунима. С самоцветами находящихся в их маленьких жилищах. Ну, давайте положим им самоцвет. В жилище. Ну, жилище у нас есть. Вот у нас домики Джунима. Дальше что? Они, правда, сейчас не работают. Потому что я их выключил. Ну, положил и что? Не знаю. Ладно, пусть лежит. Заметка явно связана с этими домиками. Потому что других домиков Джунима у нас нет. Все, 8.40 утра. Пошли к кузнецу зайдем. На чай. Разобьем сундук наш. А потом сообщество еще сбегаем. Город, карьер, шахта, город. Здорово. Расколоть. Да, здесь постоянно артефакт. Но не факт. Не факт, что артефакт новый. У нас такой он есть. Ну, а так можно, да, разбивать сундуки. Бить, бить, бить. И рано или поздно, возможно, выпадет то, чего мы раньше с вами не встречали. Так, главное не сдать осколок. Вот это мы сейчас с вами сдадим. И получили новый подарок. Обалденно. Подарок это же круто. Как его взять-то? Забрать подарки. Опа. Скелет ленивца. Можно поставить в доме. Кстати, мне говорили, что именно с подарками. Когда ты получаешь новый подарок, теперь... Я не знаю, что попробовать. Ну, давайте зубочистку попробую. Если ты что-то выбрасываешь, оно не теряется. А приходит обратно к тебе в инвентарь. Либо можно положить сюда теперь ее. Нет, нельзя сюда положить. Вот с этим что-то связано. Что с этим связано? Мы как раз с вами проверили. Скелет ленивца дали. Круто. Можно поставить в доме. Интересно, сколько артефактов уже нашел. Последний остался у меня. Камень, который еще не обнаружил. Ни разу. Не видел, представьте. А находки музея, конечно, еще места есть. Смотрите, сколько еще здесь. Я же думаю, здесь все заполнить надо. У нас так все заполнено, конечно. Кроме вот этого вот. Ну, еще штук 10-15, я думаю, найти можно будет. Здорово. Так, нам теперь в сообщество верхнее надо сбегать. Мусорки ж ничего не будет интересного. Сегодня вполне может быть. Чтобы убедиться, что мы реально нашли новых монстров. Подтвердить эту нашу... Гипотезу, догадку. Карьер, автобус, шахта. Шахта быстрее, наверное, будет бежать. А ну. Заперто с 14. У нас время есть погулять. Ладно. Чем займемся? Пошли скелет ленивца поставим. Где-нибудь в музее. У нас музей для этого есть, чтобы поставить разные скелеты. Дома его ставить не будем. Музей у нас не заполнен, но потом приведу его в порядок как-нибудь. А ну дайте мне эту статую. Это просто скелета кусок. Вот он. Понятно. Ну дома, да, такое ставить не надо. Но для музея самая, ну, находка какая-нибудь такая крутая. Ну ладно. Тут все понятно. В общем, купим деньги. Тоже надо будет немножко подкопить денег. Вообще-то надо все это выбросить. Мусора много. Сейчас давайте разгружу инвентарь. В 2 часа пойду посмотрю, реально ли это были эти монстры. Так. Грибы сдаем. Я там грибов не собирал, по-моему, да? Или собирал порожечек. Вот этот мусор сюда сейчас забросим. Есть. Бомбы, бомбы ридий. Вино продать. Бомбы копить. 50 тысяч на бомбы надо, чтобы плодотворно сходить в шахты и что-то там еще и отыскать. Тут у нас ничего не влезет. Ну, тут можно еще что-то и положить. А что мы тут положим? Ребро. Ребро. Вообще, давайте, знаете, что сделаем? Давайте, наверное, уже с музеем разберемся. С нашим. Потому что у меня столько предметов, ложить некуда. Столы. Комоды. Где-то тумбочка была. Стол из красного деда. Вот это, по-моему, нет? Нет, вот этот. Приставочный столик. Вот этот. Приставной. Бабушкин приставной. Еще тоже ничего. Ну, по-моему, вот этот именно мы брали. А где каменный делся? А, вот каменный есть. Давай вот этого. А что они не суммируются? Они не суммируются, только аппараты. Это, конечно, неправильно. Немножко расширим музей с вами. Курица выбежала каким-то образом. Он тут, наверное, и ночует. 12.00. Так, тут ряд. Два шага пропускаем. И здесь ставим один ряд. Эликсира в жизни. Но они, конечно, стоят дороговато по 3000. Но я, в принципе, их и не расходовал. Можно какие-то фрукты брать и есть. Такие, как яблоки, которых у нас очень и очень много. Так, потом два шага и два, можно два ряда, да, поставь. Да, можно вплотную туда поставить. Тогда не доберусь до того ряда. Можем один поставить, чтобы проход был. Давайте так поставим. Комон. Поставим так. И еще один ряд сюда. Но это надо, конечно, закончить. Зато разгрузим наши сундуки. Все, еще надо раз, два, три. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Девять штук еще надо. Можем сбегать. Все равно еще сообщество закрыто. Искатели приключений. Так, курица уже, по-моему, потеряла надежду вернуться домой. Да нет, дверь открыта. Бери, заходи, да и все. Привет, Пенни. Это место мне уже почти как родной дом. Какое место ты здесь живешь уже? Много лет. Так, столы я привык листать вниз. Действительно вещь полезная. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Все, еще девять столиков и наш новый музей будет закрыт. Ну, не закрыт, а заполнен опять полностью. А внизу можно ставить экспонаты, например, в музей. Вот тут, например. Так. Окей. Нет, там не надо ставить, иначе не хватит одного. Давай, иди сюда. Вот так. Да, расширение сарая, конечно. Представьте, сколько тут бочек можно наставить. Что-то я просчитался, по-моему, да? Да нет, не просчитался, нормально. Но все, шикарно. Только я не тут хотел поставить, я хотел их вместе поставить. Да, надо было вместе поставить. Так, сейчас поставлю. Их бить не надо. Мотыгой, чтобы они сорвались с места. Во. Вот это уже оно. Тут у нас уже есть некоторые части наших древностей. Можно ложку еще положить. Ложку положить. Что еще мы там нашли? Зубочистку, да? Зубочистка была? А, зубочистка есть. Зубочистка можно мусорку или куда-то ее можно надеть. 15-10. Ну что, пошли посмотрим теперь этот... ...сообщество наше. Чтобы убедиться, что мы реально убили монстра. Зеленого. Хоть он на нас и не нападал. На самом-то деле. Тут брат вон стоит. Солнце все реже-реже показывается. Чудесно. Тут папка рядом, вон курит стоит. Правда, на ферме это может быть не так просто. Но зато зимой все будет хорошо. Так. Ну давайте, колитесь. Были ли это новые монстры, нет? Мумии? А чего здесь не было? Перечный динозавр. Ну это я понял, что его не было. 8 штук я убил. И мумия впервые убила. Что я мумию до этого не убивал, да, походу? А где же 2 новых монстра? Ну один я увидел, еще какой-то зеленый. А зеленый это кто? Я их убил 3 штуки. Но они явно... Это явно не монстр. Это, короче, поставщик Иридия. А мумия, это я впервые ее убил только, да? До этого я только оглушал их и не добивал. Я просто от них убегал постоянно, ну да. 100 штук всего-то надо убить. Ну зато перечный динозавр, пожалуйста. Пожалуйста, собственно, персона и мумия добавилась. Ну, я думаю, это считается новый монстр. Но только он не внесен в список, потому что их не надо убивать. Потому что он не нападает, он не опасный. Я только так это объясняю. Но зеленого я реально не видел. Но может быть я, когда шахту черепа проходил, слишком быстро бежал вниз и не видел. Может быть они были, эти зеленые монстры. Но мне было явно не до них. Поэтому я не могу сказать, это обновление или нет. Но в любом случае, монстров новых у нас в списке больше нет. Ну и хорошо. 16.20. У нас времени. Поэтому давайте, наверное, забьем, что я хотел сделать. Давайте забьем музей наш. Окончательно эти вещества положить нельзя. И проверим осетровых наших. Любимцев. Тут надо много, побольше наставить. Чтобы не занимало место. Даже если повторяться будет, ничего страшного. Потом распределю, какие повторяются, какие не повторяются. Заменю на что-нибудь иное. Даже ребро вот можно положить, которое мы нашли. Раковина наутилуса. Потому что они очень много места занимают. А там как раз будет им комфортно. Древний барабан. Кольца не трогаем. Лемонстоун. Шлем дварфа. О, нормально. Все, я думаю, мы забьем сейчас музей. Одинаковыми вещами. Но потом уже я сам рассортирую. Что лишнее, что нет. Так. Ну, можно считать сегодня, что мы удачно сходили вниз. Не посмотрели, что там находится. Потому что... Блин, я никак не привыкну, что у нас... Что у нас кнопка телепорта срабатывает с кнопкой взаимодействия с предметами. Если у тебя стоит телепорт, то ты по-любому улетишь. Хоть недалеко, хоть не шахты черепа я вылетел. Его надо реально убирать подальше. Иначе будет беда. Так, давайте вот это вот ребра. То, что поинтереснее. Сюда поставим ребро, например. Ну, раз сюда встал, значит будешь там стоять. Потом вот эту фигню. Можем ее добавить и сюда, и сюда. Так. Чтобы разместить место. И освободить место в сундуках. Ну, и сюда можно добавить. Одинаковый. Ну, вдруг это разный веер. Может это веер... В разных веках сделан был. Так. Что еще тут? Раковина наутилуса. Пару звезд. Так, раковину положили. Еще один веер. А, ну я его забрал только что. Ну, пусть здесь тогда лежит. Давай сюда. Здесь одну звезду. И тут одну звезду. Что еще? Барабан. Лемонстоун. Медведь. Зубочистка. Да много еще чего интересного. Лемонстоун. Барабан какой-то доисторический. Зубочистку можно приложить. Как попасть сюда. Отлично. И еще парочку. Медведи. Лемонстоун рядом. Давайте так разнобой хотя бы. Что еще тут осталось? Вот эта фигня. Золотой слиток. Осколок может пока выложить. Так он там тогда и останется навсегда. Золотой слиток может. Можно его положить? Вполне. Можно еще и ридиво сюда принести. Ну и же воду. Как память, да? Опа, у нас уже зажглось. И что-то. Да, же воду можно положить. И золотой слиток. Только чуть-чуть выше стань. Блин. О. Отлично. Все, заполнил. Ну там дальше посмотрю. Чтобы разнообразить. Вот это уберу. Это потом туда добавлю. Это, конечно, лучше вынести. И поменять с этим. Ибо оно слишком глаза бросается, что одинаково. Посетители музея забракуют, а потом... Блин, то же самое принес. Посетители музея забракуют и скажут, верни деньги. У вас одинаковые экспонаты скажут. А так еще попробуй три лимонстоуна найди, да, на этом столе. Походить придется. Так, это тогда мы с вами отодвигаем. Чтобы ее тут не было. Блин, что я уже схватил? Что можно на расстоянии хватать, да? Да, можно. В любой точке можно схватить и не подходить сюда. Очень аккуратно надо. Вот это тогда сюда. Твою ж дивизию. Куда ни тыкни, везде попадаешь в предмет. Просто удар предмета, если у тебя стоит здесь, ты автоматически его берешь. Представляете? Куда бы ты ни тыкнул, постоянно тыкается предмет. Вот это, конечно, неправильно. Так, лампа сюда. А, теперь это переставляется руками. По-моему, я раньше выбивал его. Теперь это... О, тоже новшество, по-моему. Если я, конечно, не ошибаюсь. Может, и не новшество? Но теперь не надо выбивать. Я же раньше бил киркой, чтобы это вытащить. А теперь это все по-другому. Ну, и тут можно поставить этот. Пока он у нас один. Сразу заходишь. Вау! Скелет ленивца. Все, вот так. Пока что так, музей. Сюда потом добавим окно. Оно, картину и еще какое-нибудь окно. Хоть привели его в порядок. Ладно. 21.30. Все. На сегодня, я думаю, мы с вами пошабашим. Хватит у нас одного похода в шахту. Сейчас я посмотрю на осетр. Схожу. Заглянем в теплицу. Посмотрим, что тут. Растет наш? Растет. Смотрите, ростки появляются. Древний наш фрукт. Прогрессирует. На самом-то деле. Рано или поздно даст плоды. Но фаня пытается уснуть. Вот это надо было сделать иначе. Иначе будет протестовать в следующей серии. А, так и не так будет протестовать. Потому что я им не положил еду в кормушку. Нет, еще есть 100. Но завтра, может быть, хватит. Надо не забыть, в следующей серии положить. Я сказал это в прошлой серии. Но забыл малость. Теперь могут быть трудности. Если я забуду еще и в следующей серии. А в понедельник мар не работает. Если не работает, будет беда. Придется бежать косить какую-нибудь траву в лесу. Иначе меня будут ненавидеть здесь. Все свиньи и все коровы на свете. На 100 штук у меня нет 100 голов скота, я думаю. Да, мне 40 свиней. Подожди, но еще на день-день хватит. На день-день, да. 40 свиней, там где-то по 12. Где-то 100 штук у меня и есть еще. На самом деле. Может, даже кому-то завтра и не хватит. Реально не хватит. Потому что я, по-моему, больше еще и скота. Сколько тут у нас? 12, да? Берем по-крупному. 40 свиней. Коровник 12. Плюс 24. 68, да? Еще плюс птичник. Еще плюс 12. 70, 80. Еще плюс 12 овцы всякие там. Кролики. Нет, ну примерно сотни. Да, примерно сотни. Нормально, нормально. А я и забыл как-то. Хотел в прошлой серии закупиться у Марни, а не получилось. Пошел в шахту новых монстров искать. Так, мне уже спать вообще-то пора. А я все бегаю. Музей привожу в порядок. Есть. Тут вообще россыпь трюфелей разного калибра. Мне еще сюда надо забежать. Нет, съедать его не стоит. А забежать стоит. Раз. Готово. 0,40. Сейчас зададим. И как будто мы еще и на ферме сегодня поработали. Так, сдаем молоко, мед, трюфели. Разную фигню. Вино карамбольское. Обычное, необычное. Вот это. Вот это, вот это, вот это, вот это. Осколок главное не толкнуть случайно. Где-то еще можно было нептунит положить в музей вместо чего-нибудь. Ну, уже ладно. Хотя, может быть, положить. А, хотя у меня тут еще есть дела. Да, нептунит лучше положить вместо живота. Живота лучше разбить. Просто у меня уже не было чего добавлять. Пришлось действовать как придется. Хорошо. Час десять. Давай еще спихнем вот это. И завтра у нас будет небольшой с вами инвентарь внутри нашего сундука или рюкзака. Час тридцать. Мне бы домой бежать, а я в музей. Тут еще попробуй сразу оторви то, что надо. Да, тут попробуй еще оторви. Тут же чуть-чуть со смещением оно идет. Пипец какой-то нафиг. Ну, хотя бы здесь высплюсь. Хе-хе-хе. Мое любимое место здесь. Ветерка чуть-чуть дальше, а мое любимое здесь. Здесь тепло и уютно. Все, друзья. Седьмой день. Все, что смогли, разбросали. Музей привели в порядок. Нашли два новых вида монстров. Попробовали легкие обновления. Кассетровым не заходил. Сейчас посмотрю, что там они делают. Что-то они медленнее всего движутся. У нас уже миллион практически собрался. Тут все еще ждем. Прошло только, не знаю, дней десять прошло еще. Я думаю, дня четыре все будет. Сейчас одним глазом на нашего господина Осетра посмотрю. Икра. Икра рыбы, друзья. Свежие рыбьи яйца. Их можно засолить в банки, чтобы они стали еще вкуснее. Есть икра. Все, икра получилась. Ну, это не написано, что это черная икра. Нам, по-моему, другая нужна. Сейчас я пойду гляну. Два Осетра начали, видите, давать икру. То есть, то есть время дает. Ну, ее надо в банку, я так понял, засунуть, да? А интересно, а какую банку? У меня только катки есть. В катку влезет, нет? Ну, если в катку влезет, тогда нормально. А ну, вылезай. Да, все. Все, я так понял, после того, как она превратится в банку, мы получим черную икру. Ну, я сейчас еще раз проверю на всякие пожарные. Я сейчас не сохраняюсь, просто икру мы возьмем в следующей серии. А ну-ка, дайте мне лошадь, чтобы пешком не бежать. До Джоджа Марта. Ну, это не та икра, да, которую мы получили только что? Нам надо какую-то другую. Черную именно икру. Ну, это тоже черная икра, но правда не обработанная. А там она, по-моему, не в банке, там она в пакете каком-то. А, ну покажите. Мне мой узелок. Да, черная икра, все-таки в банке. Да, после обработки она у нас появится в банке. Ну и все, это будет пятый и останется дождаться вина. Ну, либо древнего плода, но я думаю, вину мы быстрее получим. Все, друзья, на этом заканчиваем. Спасибо, что смотрели. С вами был Дмитрий, канал Шедвель. Игровые миры. До новых серий в Стар Дюэли. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok